Здравствуйте, ребятки! Для вас, возможно, уже прошли сутки, для нас с Максом секунд 20-30. Пока горит, можно продолжать гореть на ЗОСов, как говорится. Сегодня продолжим, как не один, а с Максом Андерхилом. Здорово, дорогие! И как раз вернёмся, скажем так, максимально скотской, блядской теме. Плевку от разработчиков в сторону своих игроков, своих клиентов и тех людей, которые требуют от них, чтобы они работали. А самое главное, что разработчики максимально мерзким, говёным, говном облили даже тех игроков, которые защищают ЗОСов, что ЗОСы правильные, ЗОСы молодцы! Но им тоже говна по самой помидорам напихали в глотку. И как раз, разумеется, речь о максимально всратом, бесполезном питомце. Две недели игра не работает. Держи, питомца. Вот представьте, вот то же самое, вы работаете на работе, но вы внезапно резко пропали, сломали там, скажем так, пол офиса, работа встала, не работает. Вы потом приходите через две недели на работу, вас там смотрят на вас максимально злобно, все ваши коллеги, и вы подходите к своему руководителю, ко всем ним. Держи питомца, там, пластмассового. Ну, держите. Чё, не нравится? Да пошли вы нахер тогда, ничего не буду. Вот примерно такая же ситуация у Зосов. Игра не работает две недели, держи питомца. Держи. Вот так. И, скажем так, коммунити порвало просто от этого питомца. И не только, скажем так, руязычное, то, что у нас тоже в Дискорде, на нашем Дискорд-сервере, народ побугуртил насчёт Зосов. Спасибо, Зосы, за питомца. Очень полезно, очень вкусно. Это даже, вот понимаю, меньше бы бугурта было, если бы это был бы питомец, который, там, хотя бы золотые инвентаря увеличивает, а чтобы в экстренном темпе создали бы нового питомца. Ладно, это бы шоу. О, я бы тогда уже не бугуртил. Полезный питомец был бы. Инвентарь увеличил. Нормально. Но нет, это бесполезный питомец, который ничего не делает. Это просто тупой болванчик, который за вами бегает. Единственное, что у меня хорошо, это его текстурки. Неплохо выглядит. В принципе, всё. Плюсы питомца закончились. Неплохо выглядит. До свидания. И как раз, как я сказал, на этого питомца народ порвало ещё и наших зарубежных игроков. Тех же самых. Мы ознакомились на предмет. Это одни мы такие, так скажем, неадекватные два токсика? Или всё же есть определённый консенсус того, как нужно аудитории относиться к подобным, так скажем, подобным выходкам? Zenimax Online Studios. Зашли мы в эти ваши западные интернеты. И что мы видим, родные? Риторика никак не поменялась. Товарищ вот пишет. Этот PET воспринимается, как какой-то шлепок по лицу. Сделайте лучше 8K Endeavor Points, вот чтобы мы могли потратить на что мы хотим. Это вполне было бы хорошей компенсацией за 35-й и за 36-й патч. Кстати, кто ещё не видел прошлого видосика, сейчас ссылочка выпрыгнет. Там конкретно мы эти вопросы тоже обсудили. И вот, говорит он. Это было бы в разы, так скажем, увеличение качества жизни и хорошей бы перспективой. Но, как-никак... Тут я с Борой согласен. Все ссылочки на те источники, где мы брали данный комментарий, находятся в описании. Это как раз для тех людей, которым внезапно может прийти в голову, что, ой, эти вы комментарии придумали, у нас на самом деле всё хорошо. Чел, ссылочка... Несколько ссылочек в описании. Сними свои розовые очки и посмотри, как ситуация обстоит на самом деле. И, пожалуйста, игроки, не надо жрать говно. Так игре от этого гораздо станет лучше в долгосрочной перспективе. Если вы сейчас это будете делать, всё будет хуже и хуже. Разработчики будут видеть, что? Хавают, бабло приносят. Значит, мы всё делаем правильно. А то, что там какие-то клоуны ноют на форумах, комментариях на различных роликах, так это... Это... Самый громкий и самый бесполезный. Так что вот, возвращаемся к комментарию Боры. Тут я с этим товарищем полностью согласен. Даже те же самые 8к НД в рассочков это была бы гораздо лучшая компенсация, чем то, что разработчики сделали в виде своего сратого бесполезного питомца. Вот тоже, товарищ пишет, им нужно перестать давать нам петов в качестве оправдания и извинений за то, что они ложили яйца на эту игру. Дайте что-нибудь полезное. Материалы или какие-нибудь зацепки. Ну, что-то, в общем, что имеет определенную ценность. Вот насчет материалов я бы, в принципе, тут бы поспорил, так как экономика игры не в самых хороших кондициях в данный момент находится. А вот в чем-либо, вот то же самое, вот мы банально в прошлом видеоролике говорили, раздать какой-нибудь DLC бесплатный, ну, который уже, ну, то же самое, например, Cradle of Shadows. Это очень старая DLC. Это самая, первая, если мы не считаем Imperial City Prison и White Gold Tower'а DLC-шки. Данжовые. Данж на 4 человека. Вот. И конкретно могли бы вот его раздать. А тем, кто уже купил, дать какую-нибудь компенсацию. Но точно не давать что-то, что повлияет на экономику, так как в этой игре экономика и так уже не в самых хороших кондициях. Так же, у нас вот есть достаточно такой большой комментарий, тоже его откопали. Вот, пишет товарищ. Да они не извинились, они сказали, мы хотели поблагодарить всех за ваше терпение. Это не извинение, это обычная психология. Благодарить людей за их терпение, вместо того, чтобы извиняться, чтобы казаться сильнее. Вот где находится эта команда разработчиков. Они больше беспокоятся о своем эгоистичном отношении, в скобочках, мы всегда правы и внешнем виде, чем о принятии ответственности. Тут уж весьма радикально товарищ говорит, но я озвучу. Только идиот дает игрокам этого дерьмового питомца в качестве извинения и думает, что это будет хорошо воспринято. Они чертовски хорошо знают, что это средний палец для базы игроков. Тип людей, которых хотят вести себя как жертвы, неблагодарной базы игроков. Пишет. Не хочу драматизировать, но некоторые лица, принимающие решения, должны быть уволены из-за этого и многих предыдущих примеров. В целом, я с этим согласен. На мой взгляд, руководство The Elder Scrolls Online, для того, чтобы это была хорошая игра, как минимум, нужно поменять. Желательно, всю верхушку под корень. Я уже упоминал это. В прошлых видеороликах у нас такая риторика была на канале уже, что эти люди, они не способны разрабатывать игры. Есть вот иногда, вот человек, вот, например, у него метр пятьдесят рост, но не сможет он играть на топовом уровне в баскетбол, понимаете? Хотя есть примеры, когда могут. Но, суть, я думаю, аналогии вы поняли. И с ЗОСами аналогично. Они не в состоянии сделать игру. Посмотрите, в каком техническом состоянии находится игра. Дропы постоянно. Вот я недавно отыграл, два или три дня назад. Весьма активно решил погонять. У меня просто не крутилась ротация. Это на фоне того, что мои комрады, товарищи наши, те, кто на Стримчанский приходит, так или иначе, наш канал смотрит, они не могут зайти в игру. То есть, мало того, что просто в игру не могут зайти, так еще и тем, кому, так скажем, удалось зайти в это творение под названием «Древние свитки интернета» по интернету, они получают вот такие, так скажем, плевки в лицо, то, что еще и игра не работает. То есть, вот такие нюансы. Так же, Рауд, зачитайте следующий комментарий. Следующий человек пишет, что ЗОСы – это ужасная команда разработчиков, которых нужно заменить. Они просрали 30% и больше своей аудитории игроков, внося постоянные изменения, о которых никто не просил, и игнорируют обратную связь. То есть, большинство компаний, нормальных на самом деле бы, уволили бы тех людей, которые принимали решения, которые довели до того, что игра просрала 30% своих клиентов. В принципе, это действительно здраво. Но ЗОСы, как мы видим, у нас это компания идиотов. Они успешно теряют свою аудиторию, и при этом руководство, скажем так, лица, которые руководят продуктом, они никак не меняются. Игре все становится все хуже и хуже, меньше онлайна, все хуже с технической точки зрения. Вширь игра развивается, вширь не надо. Чините то, что внутри. Чините то, что уже вы давно наработали. Они этим не занимаются. И это реально проблема, что сейчас беда. И сейчас, потому что как раз пишет последняя пометка от этого сообщения, что в ТСО слишком рискованно вкладывать какие-либо деньги из-за данной команды разработчиков. Потому что действительно, вот даже у меня последние месяцы закралась такая мысль, что мне реально больше не хочется донатить в ТСКу. Вообще никак. Ну потому что, блин, игра чувствует себя все время все хуже и хуже, несмотря на то, что бабки у нее есть. Как бы нормально. Игра хорошо себя чувствует. Но при этом именно она хорошо себя чувствует только с финансовой точки зрения. Но при этом в социуме игра себя, в медийном и внутри игры, она чувствует себя максимально паршиво, и она дегродит. И это реальная, большая на самом деле проблема. Вот у нас тоже вот товарищ так же пишет. Но они все-таки извинились, или вы определяете их намерение без каких-либо доказательств? Обещание сделать лучше это не извинение. Признание того, что они уронили мяч, не означает извинение. Раздача игрокам всякой всячины не заменит извинение. Вот я тут тоже согласен. Извинения, как таковые, в целом, от большинства людей, не только от ЗОСов, они и ценности не имеют. Имеет ценность только действие. Мы же, как игроки, не видим положительного исхода от того, что они ошибаются. Так или иначе, они ошибаются, говорят, да, мы там принимаем наши ошибки. А что это для нас, как игроков? Это пустой звук. Мы не видим никаких изменений. Ценность имеет тогда, когда они не будут как-либо извиняться, либо вот эти вот, как в определенном выпуске мультика «Южный парк», где там была серия, где мужик постоянно извиняется. Вот. Именно, чтобы конкретно мы их не высмеивали, как людей, да, и как в целом команда разработчиков, чтобы они конкретно взяли и сделали действие, которое направлено на то, чтобы не было контекста, чтобы больше не извиняться. Это родные совершенно разные параллели. Извиниться и предотвратить потенциальный контекст, в котором нужны будут извинения. И конкретно, если ЗОСы в данном ключе уже будут действовать, так или иначе, у них будет вектор развития в данном направлении, это уже будет иметь потенциальную ценность. Но пока что, как мы видим, очень легко извиниться, но очень тяжело сделать игру играбельной. Чтобы люди, например, вот как в прошлом ролике мы упоминали, те, кто купили подписку на этот месяц и по каким-то причинам не смогли играть, ну, не по каким-то, а по конкретным. То, что ЗОСы не выполняют свою... Игру сломали. сломали, да, они не выполняют свою обязанность на том уровне, на котором это требуется, для того, чтобы игрокам было хорошо играть. Соответственно, они просто взяли... Вот представьте, вы сняли, например, купили дорогущий дом. Представим. Это дорогущий дом, это просто абстракция для того, чтобы довести до абсурда, чтобы более понятная была аналогия. Вы сняли коттедж на месяц. И представим, что туда запустили свору собак, которые там нагазило. И никто не убирает. И когда вы пишете, звоните, интересуйтесь у того, у кого вы купили данный коттедж на какое-то время, в аренду сняли. Интересуйтесь, что за херня? Они вам говорят, мы работаем над проблемой, извините, вот, держите вам... Так. Через две недели будем. Упаковка конфет. Упаковка конфет. Это эквивалент питомца. Кушайте. Мягко скажем, что люди будут в ярости, в недопонимании и с пониманием, что где-то их опрокинули, это мягко скажем. Это абсолютно вещь неприемлемого характера. Вот на конкретно такой аналогии оказались люди в данной игре, так скажем, кто уже задонатил на подписку ИСО плюс и не смог играть одну-вторую всей ее длительности. Видите, какой нюанс? Соответственно, родные, то, что ЗОСы пишут, это не имеет значения. Имеет значение только их действие. Так это толком даже, не извинение. Это отмашка. Держи питомца. Ребят, мы все забыли, питомца держите. Все, больше такого не повторится. Хотя, такого они не говорили. По-любому, эта штука еще раз много раз повторится. С внешней командой разработчиков можно ожидать, можно ожидать, можно прогнозировать их действия. Любое крупное изменение, любой крупный апдейт, который они будут якобы завозить, он будет всегда с косяками, ломать игра, будет ломаться игра и куча различных проблем. Вот следующий товарищ пишет, лично мне насрать на этих Петов. ЗОСы могут сделать на самом деле подарок гораздо лучше. Как насчет, например, бесплатного жетона смены расы или там, внешнего вида. ЗОСы, вероятно, считают, что Петы это отличный подарок и многим людям это понравится. Но это пощечина, потому что они знают, что люди, которым нравится их игра из-за остросюжетного геймплея, который большую часть времени лагает и неиграбелен, не хотят завозить, не хотят, скажем так, оформлять себе тех же самых Петов. То есть, действительно, Петы это абсолютно реально бесполезный хлам. Они никакой внутриигровой ценности не несут. Это просто болванчик, который будет бегать за вами, либо просто украшать ваш дом. Действительно, если бы ЗОСы завезли те же самые Endeavor's Point печати свершений дали бы реально вот 8 тысяч, Бугурта был бы в разы меньше. Ну, это игроки смогли бы взять себе любую вещь, которую они там хотят из того же самого ну, кронстора из ассортимента кронных ящиков. Взяли себе приколдесную штуку. Ну, все, Бугурт реально стало меньше. Но ЗОСы, они только подлили масла в огонь своим этим плевком в виде Пета этого ящера Гуара. Как, на мой взгляд, можно было бы уместно при данном казусе, то, что их команда не способна в целом к тому, чтобы делать хорошую, работоспособную игру, как можно было бы поступить в их случае? Вот, например, представим, как можно было бы обыграть эту ситуацию, если бы я, например, был Ричем Ламбертом, креативным директором в целом этой игры, тем, кто отвечает за ее развитие в медиатрандит, ну, или так или иначе. Можно было реализовать механику, которую игроки очень долго просили. Это жетон смены класса. И сделать их не за донат, а сделать, как они раньше делали, когда у них были нововведения, которые связаны с тем, что какие-то балансировки в контексте именно расовых пассивок происходили. Они раздали по три жетона смены расы или три жетона смены внешности. И все, и было бы великолепно. Это как вариант. Но, если бы они добавили в рамках того, что очень большое кипение, большой негатив в данный момент в их сторону льется, если бы они реализовали эту механику со сменой класса, это было бы вообще великолепно. Это, считай, они сразу бы очень сильно шквал негатива бы потушили таким образом. Потому что игроки долгое время хотели, они в качестве извинений, как я и говорил, это действие, действие, реализовали бы то, что игрокам действительно было нужно. Жетон смены класса. У нас на стримах много кто об этом просит. Когда добавят, я хочу перенести так или иначе прогресс. Я не хочу делать квестики на всех персонажей, чтобы у меня были уникальные реплики в определенных квестах заново. Я хочу взять и просто сменить класс на персонажа. Я уверен, что вам, в принципе, это тоже опция весьма актуальна для вас, учитывая то, что вы очень много квестиков проходите. Правильно? Это да. Хочу, чтобы эта штука еще работала в системе вооружений. Переключился на ДД-40, на ДВарн и так далее. Было бы реально прикольно. Ну вот, то есть более прикладные вещи, которые комьюнити бы действительно оценила и смогла бы поблагодарить разработчиков. Но, как видим, Жерегуара. Вкусно. Нравится? Не нравится? Какое токсичное у нас комьюнити. Ой, неблагодарные твари. Как говорится, слышь, купи. А, слышь, купи скины бесполезные. Ну, купи другого питомца. Короче, ребят, такая ситуация. Бугуртит все сообщество. И западное, скажем так, и СНГшное сообщество. ЗОСами недовольно огромное количество игроков. И, в принципе, и что, в принципе, очень неудивительно. Но, скажем так, не хочу сейчас именно говорить, что «А мы вам говорили!» Не, мне не нравится такая риторика. Мы уже давно с Максом, скажем так, развиваем эту тему и стараемся указать, как можно, и стараемся показать, как можно большим людям, что СНГшное сообщество. Действительно, есть проблемы. Игромеханические. Отношение, скажем так, разработчиков к своему продукту. То есть, даже проблемы в игре, а если проблемы есть в игре, значит, проблемы среди разработчиков. Руководство, либо кто там, кто-то у них виноват, кто-то косячит, кто-то доводит игру до такого ужасного состояния, что игроки уходят и особо не хотят возвращаться. Действительно, ЗОСам нужно что-то менять. Возможно, даже, как предлагают реально люди, замените команду разработчиков. Это, я думаю, если на самом деле команду разработчиков заменили бы и посадили туда более умных людей, там, руководителя поменяли, либо там, вот действительно, там именно нужно менять руководителя, потому что художники у ЗОСов нормальные. Когда нужно что-то там, механику у них для Данжа сделать, они это умеют делать. Есть, например, уникальные Данжи с прикольными уникальными механиками, которые, вполне возможно, бы нашли бы свое место за пределами Данжа. Вот есть такое подземелье, как Каменный Сад. Там есть прикольные уникальные механики с превращением в вервольфа таких сильных кукочков, такие мощные, прикольные. И в других Данжах тоже, это только пример, что ЗОСы умеют делать что-то интересное и прикольное в виде механик, но почему-то они этого не завозят. Это как и было в Данже, так и остается. Нельзя передвигаться на этих арбалетах летучих. Есть там место условно в Южном Эль-Свере, там с секретом, с секретной ачивкой, ну как секретной, поскакать по горам и все. Отдельный источник. То есть, есть механика быстрого перемещения по скалам, по миру, но это работа только в Данжах, в сюжетных локациях и в одной жалкой, бесполезной, в одном жалком месте в Южном Эль-Свере. То есть, вот такой, у ЗОСов есть прикольные даже уже механики, и остаются. То есть, они никак не развиваются. Никак, никаких прикольных вещей не добавляют. Они есть, даже уже на работе, им придумывать ничего не нужно. Им просто нужно разнообразить геймплей, добавить нужные места того, чего не было. Это бы, гораздо бы, сделало бы игру легче и приятнее для большинства людей. Но они занимаются какой-то откровенной херней, которая приводит к тому, что игроки текают с их проекта, перестают им заносить деньги и тоже, в итоге тоже сливаются. Потому что зачем играть в игру, которая деградирует, не выполняет твоих желаний, ты ждешь от нее чего-то, этого не происходит. Но это действительно грустная тема. И такое продолжается уже последние несколько лет. Поэтому, родные, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей. Мы на канале здесь не только ЗОСов ругаем, мы выпускаем контент, который направлен на разбирание механик в игровых аспектах и в прочих вещах, которые потенциально могут быть вам интересны. До следующего ролика лапки пакета. Будьте здоровы!